Семью из поселка Шахан Карагандинской области обязали вернуть государству полмиллиона тенге, полученной в качестве АСП. Пособие семья получала на протяжении четырех месяцев. После власти решили, что многодетная семья намеренно скрыла свой настоящий доход. Как вернуть деньги в казну, если их не хватает даже на хлеб, расскажет Вера Шеллер. Семья Сарсимбаевых из поселка Шахан воспитывает семерых детей. Младшему недавно исполнился годик. В прошлом году Назгуль подала заявку на получение адресной социальной помощи. Заявление одобрили. Четыре месяца они получали помощь от государства в размере 129 тысяч тенге. Но когда в августе женщину выписали с младшим сыном из роддома, ей пришло уведомление из суда о том, что она должна вернуть назад больше полмиллиона тенге. Когда я оформляла заявку на АСП, мне помогали специалисты из отдела занятости. Они сказали, нужно указать, где официально работает супруг. На тот момент его основная работа была охранником. Также он подрабатывал кочегаром. Это сезонная работа. Я ничего не скрывала. Некоторые документы они заполняли вместо меня и даже ставили подписи. Весь год шли судебные разбирательства. Семья неоднократно подавала на апелляцию. Даже наняли адвоката. Но доказать то, что они не пытались скрыть доход, не смогли. Хотя все отчисления можно было проверить по базе. У меня жена с юга. Плохо разговаривает на русском. Она как пошла в шаханский наш городской Акимат, поселковый Акимат. Там хоть и находятся все казахи, с ней разговаривали и принимали заявление. Все только на русском. Она некоторые вопросы не понимала. Они, получается, все, слов просто взяли, не проверяя никаких центральных баз. Просто взяли и тупо оформили АСП. Сегодня все счета арестованы, включая пособие за кумы-салка. Из-за карантина супруг остался без работы. Только недавно удалось устроиться на временную. В центре занятости города Шахтинска заявляют. Со второй работы Алибека Сарсимбаева бухгалтерия поздно перечислила пенсионные. Именно поэтому специалист и не увидел дополнительного дохода семьи. Хотя на это у них было 4 месяца. На момент подачи заявления пенсионные отчисления соответствовали. То есть семья подходила под доходом. Но позже, когда уже через, скажем, квартал, где-то в этом районе, нам наш разработчик, ЦРТР, Центр развития трудовых ресурсов, присылает списки с семьями, то есть не одна семья, там их был целый список, у которых превышает доходов. Она сдала документы, как положено. Ей отдел занятости, начислил, как положено все. Она получила пособие. Но позже, когда запустили базу, обновили ГПФЛ, все, у нее вышло то, что у нее имеется наличие машины. И плюс бухгалтерия, где работает супруг, предоставили неправильную справку. Старенькая иномарка, 86-го года выпуска, уже два года как стоит сломанной. Как выплатить долг государству и чем кормить детей в этом месяце, семья Сарсимбаевых не знает. Но подавать заявки на получение какой-либо помощи от государства больше не хочет. Ведь нет гарантии того, что после получения им снова не выставят шестизначный счет и не попросят вернуть все назад. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес».